Виктори Дистрибьюшн представляет Персональная серия спортивного питания премиум класса От легенды бодибилдинга Кевина Леврона Изнасилование будет сегодня, что я могу сказать Тренировка ног это самая, наверное, объемная тренировка из всех, которые в принципе есть Вторая тренировка по объему это спина В рамках тренировки ног идет как силовая работа, так и высокоповторная работа Но поскольку до соревнований остается довольно мало времени Сейчас будет включена еще такая извращенческая схема Как работа 7 по 10 после силовых подходов И при этом при всем будут добавлены еще куча других движений Кроме приседаний, естественно, базовых Которые еще больше увеличат объем тренировки Поэтому я думаю, что общее время будет где-то часа 2,5 Мне очень хотелось бы, чтобы вы смогли увидеть весь этот объем В виде такой, знаете, нарезки Чтобы вы понимали количество подходов И вот количество упражнений, которые там будут Сегодня переднее бедро, кстати Поэтому будет работа на детализацию Работа на объем Работа на глубину И в конце я всегда отдельно работаю на ягодицы Можно посмотреть на мое лицо сейчас Потом сразу резко видео перемотать И посмотреть будет на мое лицо в конце У меня уже, это, пошел этот Включаться, блядь, Девкон Сейчас надо только меда закинуть Потому что сахар упал Сильно причем очень Вот, поэтому я могу подтуплять Я прям чувствую, как у меня это Под холодный потек, а это чисто реально И трясти начинает тремор, блядь Сахар падает сам по себе вообще Ну это нормально, на диете бывает такое И плюс охрененно волнуюсь Потому что вчерашнего дня Морально к тренировке ног готовился Ну вот реально такой Берем сегодня, ну вот Потому что чем меньше времени остается Тем, блядь, больше ты начинаешь себя Как бы форсировать С точки зрения психологии Значит, основным стартом Как был, так и остается Запланирован Арнольк Классик Европейский Ну вот Почему меня нет в списках Я объясню Там не только еще меня нет Есть еще те, кто Заявку свою подаст От России И вы их еще не увидели в списках На железном рейтинге Это связано конкретно у меня С очень простой проблемой Я готовил загранпаспорт летом И около месяца назад Всего лишь виза была готова Потом я сел на диету И я просто не доехал до консульства Чтобы ее забрать Я узнал Все готово Все нормально в этом плане Об заявку нужно вписать Номер загранпаспорта Вот А наизусть я его не знаю Хотел забрать вчера Но вчера была тренировка рук Хотел забрать сегодня Сегодня тренировка ног Вот Короче, завтра поеду в консульство Заберу паспорт Заполню заявку Отправлю ее в федерацию Ну и, соответственно, вы увидите Мое имя в списках людей От сборной России Кто будет участвовать в Арнольд Классике Второй старт через неделю После Арнольд Классика Это Прага Оба турнира Международные Задачи определенные есть Есть задачи максимум Нацелен на то, чтобы все-таки Выполнить Именно их как задачи максимум Но Все понятно Что человек предполагает Бог располагает И Все-таки Окончательное решение Будет за судьями Вот Что зависит от меня Я сделаю все, что необходимо Все, что возможно И все, что невозможно Вы не видите мою форму Я не выкладываю фотографии В раздетом виде Не просто так Не хочу, чтобы кто-то Просто Разглядывал меня Своим Экспертным взглядом Вот Естественно Все то, что необходимо Видеть Видит мой тренер Александр Вишневский Все необходимые Корректировки Он дает Но В принципе Как после вчерашней фотографии Он сказал Та форма В которой я нахожусь сейчас Она Соответствует той форме Которая должна быть За Там 40 дней до турнира Условно говоря Надеюсь, что я не сдохну Есть еще два турнира На которых Мы хотим Все-таки Принять участие Но Все будет зависеть От того Насколько мне Мое здоровье Позволит Пекануть То есть Я не хочу Выходить Где-то в полуформе Или где-то Не подведенным Вот И Эти два турнира Это Соответственно Олимпия В Москве И через неделю После Олимпии Будет еще чемпионат мира Опять в Испании Не уверен Что Как бы Смогу Но очень хочу Поэтому буду Очень стараться Между Этими турнирами Попадает еще Чемпионат Санкт-Петербурга И чемпионат России Ну Как говорит Вишневский К сожалению Валера Очень хочется Но Возможно Придется что-то Из этого пропустить Все будет зависеть От того Каким образом С каким результатом Я от выступаюсь На Арнольд Классике На Праге Ну и В зависимости от этого Уже мы скорректируем Просто подводку формы И Окончательный список Турниров Знаешь как Андрюх Конечно Хочется Получить Лучший Из возможного Результат А лучший Из возможного Это Абсолют Оценивая Трезво Свою форму Видя То как я выгляжу Сейчас И как выглядят Соперники И Слушая комментарии Своего тренера Александра Вишневского Я надеюсь На лучший результат Ну вот И я буду делать Все для того Чтобы получить Этот лучший результат Я буду честно Говорить Мои пропорции Опять изменились Изменились В лучшую сторону И Соотношение Бедра Талия Плечи Очень ощутимо Будет отличаться От того Что вы видели Даже в России В Краснодаре В 2015 Году Но Загадывать нельзя Надо просто Сделать форму И Ну Если мне удастся Сделать то Что мы задумали Я думаю Что Блядь Тогда все должно Быть нормально Вот Но это же Бодибилдинг Это Подводка Формой Блин Любая Делать лучше Лучше Не в плане Веса Ну Там Максимально Это было И объемов А именно В плане Жесткости Можно было быть Еще жестче Но при этом Быть еще круглее То есть Я понял Как это делать Давай не будем Загадывать Просто сделаю Что от меня Зависит И увидим Загадывать Субтитры сделал DimaTorzok На данный момент я максимально большой и максимально жесткий, каким я вообще когда-либо был Естественно, это еще не пик Но я думаю, что если удастся сделать все правильно и не возникнет никаких форс-мажоров То вы увидите меня максимально большим, максимально жестким и максимально глубоким Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Это плохо, что у нас не принято поддерживать своих Вообще, в принципе, это очень плохо У нас чем дальше дело идет, тем хуже обстановка И сказать, что мне нужна эта поддержка со стороны максимального охвата аудитории Да нет, по большому счету, конечно, нет Есть группа товарищей, я их так называю, фанатский сектор Действительно хороших, приятных, добрых людей, которых я лично даже не знаю Но это вот та аудитория, которая собралась и которая, несмотря ни на что, она, сука, все время готова за меня впрячься и заступаться за меня везде И постоянно писать мне всякие добрые поддерживающие слова Ну и в том числе в выходах в Перископ Благодаря Перископу вот появилась эта возможность Чтобы они наблюдали Ну, ты в том числе увидел, да Меня как человека все-таки, можно так сказать, в онлайн, да Ну, я вот такой довольно, на самом деле, если меня знать, человек прямой и открытый И, наверное, именно поэтому, сука, меня очень не любят многие, потому что все хотят видеть какую-то картинку Все так привыкли В Америке, я хочу сказать, к троллям В Америке уже не принято, в Америке уже не лицемерят Они сейчас перешли на другой как раз формат Сейчас популярны те люди, которые открыты И мы тоже к этому придем Уже никому не нужны люди, которые на обложке такие, а на деле другие И вы рано или поздно разочаруетесь в тех, в кого вы верите Потому что поймете, что вас обманывают Вот и все Я не могу сказать, что я гуру техники такой, знаешь Если просто говорить о том, как я это вижу Да нет, конечно, у нас же все по принципу Я сам все тренер, зачем мне тренер Да и все Да у нас заниматься-то толком никто не занимается О чем речь Какой присед У нас приседают-то люди Раз в две недели И в три подхода С прогрессией веса, в лучшем случае Все Все дело Психологии ответственности Все Если Относиться к вопросам Ответственно То Чем ближе турнир будет Тем Будешь себя Гонять сильнее С каждой тренировкой Независимо от Мышечной группы Вот И Я не думаю, что есть какая-то разница между тем На диете ты или нет Самый Такой Прямо Чтобы Если назвать Тяжелый период Это Последние две недели, наверное Перед турниром Когда уже начинаются Сильные ограничения Просто по углеводам А потом в конце Ты начинаешь Гводу гнать Ну да Это уже А если По чесноку Еле сужу Здесь Здесь Блевать Здесь Горит Здесь Больно На жопе сидеть Ну как-то так Но я считаю, что Если Так Я все хорошо Делаю А если Было бы не так Значит Наверное Халявлю Организм Чтобы После этого Пришел в себя И Объяснить ему Что Это только Пол дела Чисто Такой Переломный Момент В таких Тренировках Потому что Если После такого Приступа Ты себя Не настроил Заранее Что После этого Еще будет Еще много Работы Там Нервная Система Она уже Отключается Если говорить О Ну так По чесноку О моей На данный момент Жизненной Ситуации Одно То есть О том Что происходит У меня На личном Фронте Реально Сложностей Очень много Ну Очень много Начиная От Финансовых Передряг Которые Скачут Из Знаете Ну это Как говорится Понусно Золотуха То есть Вот нет Такого Чтобы я знал Что В течение Месяца Мне подойдет Вот такая Это сумма Да И я Располагаю Таким-то Объемом Денег Поэтому Я Там Вот это Вот это Вот это Смогу Нет У меня Сука Каждый Месяц Это О Бля Пришло Пошел Набрал Потом Бля Нужно Туда То Потратить Нужно Сюда То Потратить Опа А денег Нет Ну то есть Такой Не очень Приятный Период Но Мы В России Живем Поэтому Я не думаю Что у кого-то Здесь есть Стабильность Какая-то Ты Как бы К этому Надо Либо Адаптироваться Либо Сваливать Вот и все Да Кстати Ну наверное Сразу Тогда Я скажу Спасибо Андрюхе Что Он Вот так Вот Выбрался Ко мне Приехал Потому что На ваш Канал Я подписан Я подписан На ваш Паблик И В основном Новости Вот Ну что Если не шариться По иностранным Сайтам Там Фотки Смотреть По иностранным Инстаграм Я просто С вашей группой Потребляю Каждый день За завтраком Это удобно Мне нравится И видосы Смотрю Реально Смотрю Классные Переводы На самом деле Информативно Удобно Паплик Паплик ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА チョコレート 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 ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Очень тяжело дался присед, вот, чисто так прям, ну, отказной был присед, конечно, и подхода было очень много, вы видели, и разноповторный он был, вот, то есть выложился на приседе, я могу сказать на 100%, вот этих вот не было скрипящих повторов, пукающих, когда люди вдвоем приседают, это все хуйня, я считаю. То есть я выработал один все, что можно было выработать. В принципе, это и есть вот тот самый рабочий эффективный вариант, как я считаю, в котором ты заставляешь мышцы своей работающей мышечной группы включаться полностью, с полной самоотдачей, без посторонней помощи, получается, вот. То есть, ну, так, на грани. Получилось у меня три рабочих подхода в верхней части, то есть с прогрессией веса, без изменения веса, три рабочих, и потом еще вниз я спустился. То есть у меня получилось полная пирамида вверх, пирамида вниз, и на пике пирамиды, соответственно, еще три рабочих максимальных подхода, практически отказанных. После приседа, соответственно, пошел жим ногами, тоже с прогрессией веса, и там уже, естественно, никаких полных пирамид, там просто пирамида вверх с прогрессией, и два заключительных подхода, полуотказных, будем так говорить. Но, я не знаю, заметили, вы не заметили, там я еще прожимаю наверху, то есть делаю небольшую задержку и дополнительно продавливаю мышцы квадрицепса. Вот, и вы заметили, опять же, наверное, если внимательно смотрели, что у меня жим ногами, он очень амплитудный, очень амплитудный. Постановку ног тоже вы обратите внимание, если интересно. Не буду долго заострять внимание, почему так и не так, и всяк, просто я говорю, что все не просто так, амплитуда не просто так, постановка ног не просто так. Вот, ну и потом с другой постановкой ног, соответственно, пирамидальные, опять же, гак-приседания с отказным подходом в конце. Это была работа на квадрицепс, и, соответственно, перед этим вы видели, там были разгибания по одной ноге со статикой. Далее были сведения ног на внутренней паре с бедра, высокоповторной. Потом были отведения на ягодицу назад с пиковым сокращением. Ну и в конце разведения ног в стороны на боковую часть ягодицы, ну, то есть разная часть ягодиц задействована. Ну, в принципе, мне хорошо сейчас, могу сказать, в кавычках. Я думаю, что отходить я буду дня два теперь от этого дела. Вот, посмотрим. Ты, наверное, заметил, что, то есть, как бы, в каком бы состоянии я не находился, то есть начало-конец подхода, техника, в принципе, сохраняется. Вот, но подходы, которые идут в конце уже отказны, и там, конечно, ты заметил, что последние, там, один-два повтора, там жесткий тремор такой начинается, как бы. Это от того, что отключается уже, да, такой ментальный контроль, и такая начинается работа на автомате, но при этом все-таки, то есть мышечной группой я продолжаю работать целевой, стараюсь не подключать, как бы, ничего другого. Тем, кто за меня болеет, ребята, девчата, спасибо за поддержку, как всегда, я вам благодарен. Эта поддержка важна для меня в любом случае. Любое доброе слово, как говорится, и собаке приятно, а тем более валеронам. Как бы тяжело ни было, придется, придется работать, и сдаваться я не собираюсь. Все будет заебись, пацаны. А вы идите приседать свои 300 килограмм, шашки тонны, и кричать, что вы можете. А я пойду есть рис и немножко куриную грудь. Я думаю, что я заслужил свою немножко. Да, молодец. Каштаг Валерон молодец. Виктори Дистрибьюшн представляет Персональная серия спортивного питания премиум-класса от легенды бодибилдинга Кевина Леврона. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Продолжение следует...